Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наши видео. Российское руководство закономерно оказалось в беспрецедентной международной политической изоляции из-за неспровоцированного широкомасштабного вторжения в Украину. Даже сербский сателлит, купленный скидкой на газ до апреля 2022 года, ошарашенно бежит от Москвы, видя, как пылает земля под сапогами глобального исчадия ада. Только оккупированная Беларусь, тоталитарная страна, изгойка НДР, азадистская машина смерти в Сирии и Эритрея – самая худшая дыра Африки. Пока в кругу микрогруппы поддержки кремлевских безумцев на уровне ООН. Однако в практическом плане они скорее ожидают от русских новых щедрых подачек за их позорную позицию на разрушение мировой архитектуры безопасности, пишет телеграм-канал Сита Сократа. Кейс с нацистами и конвенционной военной угрозой, якобы исходящей от Киева, оказался недееспособным даже для полноценного внутреннего пользования. Бесконечная накрутка слепых конформистских масс через пропагандистские рупоры исчерпала себя. Тысячи гробов ликвидированных интервентов отрезвляют даже самых отбитых путинофилов. При этом отношение военного командования РФ к своим солдатам не менее бесчеловечное, чем к воинам страны жертвы. Солдатские трупы бросают в братские могильники, чтобы вписать, как без вести пропавших, и не платить мизерные компенсации семьям. Чтобы продлить агонию, агрессор продолжает создавать шитые белыми нитками абсолютно неправдоподобные причины для объяснения своей варварской кровавой бани. Кремль вероломно поправ предоставленные Украине гарантии безопасности, прописанные в Будапештском меморандуме, за добровольный отказ от третьего в мире ядерного арсенала, теперь ещё и жалко пытается паразитировать на этой теме. Российские спецслужбы на фоне важности для Вашингтона темы глобальной ядерной безопасности, а также мира опасной деятельности, дубиноголовых шейговских головорезов в зоне ЧАЭС и ЗАЭС, крупнейшего действующего ядерного объекта в Европе, запустили ИПСО с целью позиционировать Украину как страну-разработчика ядерного арсенала. Работает команда из СВР, ведь Нарышкина подозревают в нелояльности к диктатору и могут скоро распылить. Потому Есенево озвучены топорные, буквально детские тезисы. Первое – Киев. В последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением. Второе – Украина была близка к созданию за несколько месяцев ядерного заряда на основе плутония, получаемого из отработавшего ядерного топлива, и использовалась зона ЧАЭС для работ по выделению плутония и изготовлению грязной бомбы. Четвертое – США помогали Украине в её ядерной программе. Ядерное устройство собирали на базе Харьковского физтеха. Даже элементарный разбор ядерного фейка от сварщиков позволяет вскрыть её несостоятельность. По пунктам это выглядит следующим образом. Во-первых, добывать уран в Украине начали на 11 месторождениях ещё в 1945 году. Четыре из них – Желтореченская, Первомайская, Девлатова и Братская – иссякли ещё до 70-х годов XX века. Три – Сафоновская, Севериновская и Апрельская – либо находятся в состоянии консервации, либо не разрабатываются из-за ряда обстоятельств. Во-вторых, плутоний вырабатывается только реакторами ЧАЭС, которую закрыли 1922 года. Никаких особых работ на закрытых реакторах ЧАЭС, по данным инспекторов, МАГАТЭ почти четверть века не велось. В-третьих, США не то, что не помогали Украине в её ядерной программе, а наоборот. В 2010 году в обмен на 250 миллионов долларов из-за фото с Обама Янукович отдал последние 90 килограммов обогащённого украинского урана. Насчёт Харьковского офистеха, но там после договорника Януковича не было урана даже для калибровки оборудования не то, что для ядерных работ. Вывод – дешёвый фейк про ядерную Украину от СВР против сражающейся страны идёт туда же, куда и известный русский корабль. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.